День ВДВ для Бреста – день особенный, ведь именно 2 августа город над Бугом становится местом притяжения десантников. Сюда, в 38-ю бригаду, чтобы повидаться с друзьями, вспомнить армейские годы, приезжают тысячи гостей. Дресс-код, как и всегда, неизменный – голубой берет и тельняшка. Исследуют ему не только военнослужащие десантники, но и многочисленные гости. За долгие годы празднования Дня ВДВ этот праздник перерос в мероприятие масштабного уровня. Попасть на Кадуры спешат все от мала до велика. Ведь именно здесь можно познакомиться с вооружением, которое используют десантники, оценить мощность техники и даже попробовать на вкус армейскую кашу. ВДВ – это воздушно-десантные войска, а вообще в переводе – войска дядя Вася. Дядя Вася – это был основатель воздушно-десантных войск. Внуков и молодежь надо приучать к службе, к армии, к защите Родины. Эмоции – прийти, встретить друзей своих, с которыми я служил. Я тебя звонят! Сейчас, подожди, не ругайся. Так что увидеться, повспоминать, ну и показать внучку, как сейчас служат солдатики. Гордость, отвага за свой род войск, что мы защитники, элитное подразделение. В общем, гордость. Я 14 лет назад служил в этой бригаде. Так получилось, что в военкомате у меня дали выбор, в какое подразделение хочу попасть. Ну, я выбрал воздушно-десантные войска. Я очень горжусь своим мужем и ребятами, которые служат в ВДВ. Уже с самого утра в бригаде вовсю кипит жизнь. Ощущение, что находишься не в воинской части, а в парке. Гуляют семьи, играет музыка, звучит звонкий детский смех. Царит праздничная атмосфера. Десантники постарались создать комфорт гостям, и у них это получилось. Военнослужащие из сил специальных операций представили яркую программу с показательными выступлениями. Можно было увидеть мощь огнестрельного оружия. Грацию боевых машин вблизи вальсирующих пар. Ну, и, конечно же, яркое и незабываемое выступление десантников. Показательные выступления – это лишь то, что доступно глазу обычного человека. На деле десантники ежедневно выполняют сложнейшие задачи. Пока мы спим, они защищают наш покой, охраняя одну из самых больших границ Беларуси. И если надо, они первыми встанут на защиту Родины и при этом смогут взять на себя обязанности многих боевых подразделений. Честь ваша защищать нашу родную страну. Вы ближе всех. Не дай бог вы ступите первыми. Но быть сегодня десантником – это высочайшая гордость. Как парня, который только призовется, или тот, кто уже с глубокой сединой носит голубой берет. Задачи понятны. Вы учитесь больше всего в эти дни. Максимально проходите все теоретические обучения. Этого требует время. Крепости духа вам, ребята. Ветеранам здоровья долгих лет жизни. Наша страна едина, неразрушима. И сегодня это уже давным-давно понятно, сказано нашим президентом. Несите свой долг, как вам велит присяга. С праздником! Каждый военнослужащий должен уметь выполнять те задачи, которые возложены на него. У нас на сегодняшний день компонент сил специальных операций ежедневно продолжает выполнять задачи по обучению именно личного состава. И этот год показывает, что мы достигли хорошего уровня. Но это не совершенство. Вы понимаете, совершенству нет предела. Здесь есть на чем работать. Жизнь подсказывает новые формы, способы. Сейчас мы их пересматриваем, вносим в программы боевой подготовки совершенно новые элементы, о которых раньше мы не думали. Они были, может, тогда казалось не нужным. Сейчас это, оказывается, очень нужно. И если вы обратили внимание, все-таки возвращается к той старой войне. Тема. Это применение артиллерии. Причем в большом количестве ее применения. Это действия мелких подразделений, которые в войну применяли, еще в Великую Отечественную. Вот это мы сейчас вводим. Это, ну, в принципе, в силах специальных операций, изначально при создании была построена система. Действия мелкими подразделениями. Взвод, рота. Лучших гвардейцев ценными призами и грамотами награждали представители Министерства обороны Республики Беларусь, а также руководство города и области. Десантник звучит гордо. Универсальный солдат, который может пройти и огонь, и воду. Потому именно благодаря самоотверженности десантников дата 2 августа уже давно стала народным праздником. Министерства обороны Республики Беларусь.